Человеческая психика является сложной системой. Сколько бы её ни изучали, всё равно полностью объяснить её процессы так и не получилось. Каждый человек — индивидуальность со своим мировосприятием. Однако существуют общие понятия, которые позволяют нам объединять наши реакции, эмоции и действия. Одним из таких является слово «триггер». Триггер — это термин, используемый для определения определённого явления или предмета, запускающего события или механизм. Само по себе слово «триггер» пришло к нам из английского языка. Триггер, где оно буквально означает «спусковой крючок». Следует отметить, что данное понятие имеет широкое распространение и используется во многих областях жизнедеятельности человека — в психологии, маркетинге, схемотехнике, медицине, популярной культуре и в молодёжном сленге. В психологии триггерами принято называть определённые стимулы, способные вызвать у человека неконтролируемую реакцию, будь то агрессия, паника, страх, флэшбэк и так далее. Для простоты понимания это можно представить себе как условный переключатель в голове, который при воздействии на него раздражителя переключается, и человек оказывает определённое действие. В определённой степени, очень отдалённо, можно сказать, что триггеры схожи с условными рефлексами. Если происходит событие X, то испытуемый делает, испытывает Y. Но следует понимать, что триггеры очень индивидуальны, и то, что вызовет у одного человека определённые воспоминания или беспокойство, совершенно безразлично будет воспринято другим. Как образуется сам триггер? В большинстве случаев они возникают у людей, переживших определённые трагические или просто волнующие события. Специалисты считают, что самые тревожные и травматические воспоминания наш мозг сохраняет отдельно от обычных и использует их как средство предупреждения об угрозах. Также мозг формирует прочную связь между этими плохими, слишком эмоциональными воспоминаниями и внешними физическими раздражителями, визуальными образами, звуками, запахами и вкусами. Таким образом он создаёт ряд триггеров, при активации которых мы будем реагировать на них в зависимости от того, с каким воспоминанием связан данный переключатель. Что испытывает человек, когда срабатывает психологический триггер? Наиболее распространёнными эмоциями являются тревожность и паническое напряжение, гнев или ярость, печаль, фрустрация, апатия, чувство одиночества и беспомощности. Самые распространённые триггеры. Особые запахи или вкусы, напоминающие о травматическом событии. Звуки, связанные с событием, музыка, эффекты, голоса. Определённая фраза, интонация в диалоге. Посещение локаций, связанных с травматическим событием. Как уменьшить влияние эмоциональных триггеров. Рефлексия, осознание себя и своих проблем. Техники релаксации, дыхательные упражнения, медитация. Избегание раздражителей. Занятия спортом. Регулярные занятия спортом отлично приводят мнение в порядок. Саморазвитие. Если вы будете готовы к триггеру, сможете вовремя почувствовать возникновение нежелательной реакции. Уже это распознание поможет избежать ненужных эмоций и контролировать себя. Если вам трудно избегать реакций, старайтесь каждую острую ситуацию воспринимать и оценивать со стороны. Так вам будет легче осознанно реагировать на знакомые фразы, звуки и события. Внутренние ресурсы подобны питающим нас подземным водам. Они укрепляют уверенность в том, что ни при каких обстоятельствах мы не позволим триггерам ошеломить нас, довести до отчаяния, превратить в мишень, бросить в пучину страха и вины. Наши лучшие внутренние ресурсы – находчивость, изобретательность и хитрость – помогают найти выход из любой ситуации и отразить любой удар. Это не значит, что нам всё по плечу. Иногда внутренних резервов не хватает, чтобы справиться с триггером или кризисной ситуацией. В таких случаях мы просим о помощи, обращаемся к внешним источникам, к нашей системе поддержки. Это действует безотказно и подходит для любой ситуации. Кроме того, мы черпаем ценные ресурсы внутри себя, психологические и духовные. Мы учимся управлять своими чувствами, избавляться от пагубного давления, верить в свою находчивость и проницательность. В арсенале духовных практик – медитация, осознанность, свобода от болезненной привязанности и нездоровых проявлений эго. Каждый из этих ресурсов может стать характерной чертой нашей Личности. Духовная практика обогащает нас и усиливает потенциал. Со временем мы становимся такими, какими хотим себя видеть. Субтитры создавал DimaTorzok